Предоставление грантовой поддержки стипендии, одаренным детям популяризации физической культуры и спорта. В числе приоритетных задач, которые в 2022 году стояли перед Департаментом физической культуры и спорта, работа по федеральной программе «Спорт. Норма жизни», которая является частью нацпроекта «Демография». По итогам прошлого года в возрастной группе от 3 до 79 лет в спорт оказались вовлечены 54,3% граждан, что на 6% выше, чем в 2021 году. В 2022 году в ВВД департамент осуществлялись уделения 13 муниципальных спортивных школ, 2 физкультурных спортивных центров и 1 спортивно-здоровительный лагерь. Также в ноябре 2022 года в соответствии с постановлением администрации было создано муниципальное автономное учреждение Центра развития физической культуры и спорта. В 2022 году в Самаре работали 100 тренеров по месту жительства, которые оказывали самарцам помощь в организации и проведении районных праздников и спортивных мероприятий, таких как турниры дворовых команд по мини-футболу, соревнования по лыжным гонкам и другие. За отчетный период 2022 года тренерами по месту жительства было проведено более 1 800 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 30 тысяч человек. Активное участие департамент физической культуры и спорта принимал и в организации летней оздоровительной компании. В ее рамках в 2022 году были проведены 7 смен с общим количеством участников 1173 человека. Также с 15 по 26 июня была проведена профильная смена для детей с ограниченными возможностями здоровья. За год в черте города было организовано 274 спортивно-оздоровительных мероприятия для граждан. Наиболее значимое традиционное мероприятие – это Самарский лыжный марафон Соколи-город, легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики, Самарский легкоатлетический фестиваль Королева спорта, физкультурно-спортивная акция «Приходи на пряжь поиграем», физкультурно-спортивная акция «Выходная из ГТО», физкультурно-спортивная акция «Самара-движение». За счет средств муниципального бюджета в прошлом году проведены работы по капитальному ремонту 10 подведомственных департаментов физической культуры и спорта учреждений. Среди них физкультурно-спортивный центр «Чайка», муниципальное автономное учреждение «Самары-Олимп», школы Олимпийского резерва 2, 3, 11, 12, 13, 14 и 15. В целях усиления антитеррористической защищенности 15 учреждений были дополнительно оборудованы инженерно-техническими средствами охраны. В 2023 году запланировано введение в эксплуатацию модульного спортивного зала в Ленинском районе Самары и капитальный ремонт спортивного комплекса «Маяк». Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.